Виталий, у нас же на носу с тобой тотальный диктант. Ты волнуешься? Я немножко, но ты рада, наверное. Я и рада, и в то же время очень волнуюсь. Как известно, впервые тотальный диктант был проведен энтузиастами в стенах Новосибирского университета в 2004 году. Тогда около 150 участников проверили свою грамотность на отрывки романа «Война и мир». А в прошлом году акция прошла уже в 732 городах, охватившихся от 9 стран. Она и ее участниками стали более 145 тысяч людей. Ну а сколько же в этом году наших горожан решат проверить свою грамотность? Об этом нам расскажут доценты кафедры русского языка филологического факультета СФФУ Ирина Гермогенова и Анна Осина. Доброе утро. Доброе утро. В какой раз у нас в Якутске проводится тотальный диктант уже? Уже в пятый, мы уже такие. Опытные? Стреляные воробьи, опытные. Мы знаем, что в тотальном диктанте существует такая добрая традиция, что текст зачитывает известный публичный человек. В прошлом году это был Андрей И, а вот в этом году кто будет? В этом году мы пригласили актеров русского театра, заслуженную артистку Республики Саха-Якутия Александру Антихову, а также молодого актера, выпускника московского училища, это Евгений Кузьмин. Он запомнился мне как герой... Исполнитель. Да, исп... Актер, исполняющий роль. Исполнитель капитанской дочки. А, мы его помним, он приходил на эфир. Да, да. Интересно, автор текста кто? В этом году автор текста Лев Юзефович. А что же текст будет вообще? Вот традиционно, я думаю, да. Перед автором не стоит задача сделать текст доступным. Его просят, я думаю, написать интересный художественный текст. А что это будет, мы узнаем завтра. Я думаю, можно как-то заранее подготовиться и найти в интернете, допустим, его прошлые работы и... Как-то настроить себя. На его голову. Да, например, вот он написал роман «Зимняя дорога». И события происходят в Якутии, в период гражданской войны. Поэтому якутианам будет интересная дума. Просто у нас с ним родственная связь, можно сказать. А получается, вот этот автор этого текста, он идет по всей России, не только же в Якутии? Да, но текст делится на несколько частей, на несколько фрагментов. И в зависимости от региона, каждый регион получает свой фрагмент, свою часть, чтобы не было передачи данных. Я потом позвоню там кому-то на Камчатку и спрошу. Да, и узнаю. Отлично. Где и когда будет завтра тотальный диктант? Ну, площадок у нас много. У нас традиционно площадка будет в национальной библиотеке. У нас традиционно площадка будет в стенах Северо-Восточного федерального университета. Да, у нас в учебно-лабораторном корпусе мы приглашаем иностранных жителей нашего города. Это национально-культурные организации, общины, а также мигранты. И они могут проверить свою грамотность, либо написав текст, либо ответив на тест. Который составлен по тексту Леонида Изюфовича. И в этом году у нас еще второй год уже принимают люди с ограниченными возможностями. Они будут писать диктант в коррекционной школе. А вот, допустим, если наши телезрители сейчас, видя и слушая наш разговор, захотят принять участие, есть возможность завтра подойти? Конечно. Любой желающий. Заранее нигде не нужно подавать заявку. Да. Можно зарегистрироваться, но это не является обязательным условием участия в тотальном диктанте. Вы можете завтра воспылать желанием, и, пожалуйста, мы будем только рады. А результаты когда можно будет узнать? И где? Ну, при заполнении бланка для написания тотального диктанта указывается так называемое кодовое слово, и потом по кодовому слову на сайте тотального диктанта человек может узнать свои результаты по кодовому слову. Это информация полностью анонимная. Да, и я вот хотела бы еще подчеркнуть, что кодовое слово должно быть обязательно русским. То есть это русское слово. Кириллице, да? Да, на кириллице. Это не латинице, не цифровое обозначение, потому что система не пропускает. То есть вот у нас были такие работы, да, что мы не можем загрузить на сайт тотал дикт, результаты. А также можно прийти к нам на кафедру с следующего вторника, включая субботу, в течение двух недель. То есть в воскресенье будем отдыхать, а две недели будем дежурить, показывать работы. Тут более подробно она уже смотрит. То есть вы хотите посмотреть свою работу? Да, работу над ошибкой проведен. Выписывать сертификаты. Да, хорошо. А на сайте мы можем посмотреть только вот оценку 2, да, или пятерка. Мы знаем, что республика занимает неплохие места, но показывает неплохо себя. Это правда. По грамотности, да? Вы как-то отмечаете отличников, может быть? Да, очень даже мы их отмечаем. Проводим специальные, ну, торжественные награждения. Честование. Честование, да? И у нас с каждым годом, по-моему, как-то это масштаб увеличивается, честование. В прошлом году, Ирина Николаевна, мы проводили даже с ними там элементы были такие концерта. Да, то есть мы привлекли наших студентов, как раз вот у нас есть кафедра русского языка, как иностранного. Они читали стихи Пушкина, и ведущие тоже были нашими студентами. А в этом году действительно проведем масштабнее в мэрии. То есть всех отличников будем честовать в мэрии. Во сколько подойти нужно? Три часа, да? Нет. Время изменилось? Раньше. 14.00. А, 14.00. Что ж, дорогие друзья, огромное вам спасибо, девушки, за участие в нашей утренней программе. А вы, дорогие друзья, завтра обязательно приходите в 2 часа, чтобы проверить свою грамотность.